Итак, дорогие друзья, настало время для изучения недельной главы Истора. Это наша последняя недельная глава, которую мы с вами проходим. Поэтому давайте благословим Всевышнего. Благословен Господь, наш Царь Вселенной, избравший нас из всех колен, племен и народов, и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, наш Дарователь Торы. Сегодня мы изучаем текст из книги «Второзаконие», 34 глава, стих 7. В Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Если Моисей написал книгу «Второзаконие», как он мог написать о своей смерти? Это очень интересный вопрос. Давайте и начнем с него наши исследования. Хотите изучать Тору вместе с доктором иудаики Александром Болотниковым? Центр «Шалом» приглашает всех желающих на бесплатный курс по исследованию Торы. Регистрируйтесь на сайте alexbolotnikov.org и погрузитесь в новые глубины Библии вместе с профессором Александром Болотниковым. Вообще вопрос авторства Моисея является одним из серьезных вопросов в библейском богословии. И корнями своими он уходит в середину XVIII века расцвет эпохи Просвещения. Эпоха Просвещения – это когда люди, особенно философы того времени, они начали отвергать всякий авторитет, авторитет Божьего откровения, авторитет Церкви. И основной авторитет – это был человеческий разум. Ну и, естественно, когда люди видели и читали в книге, например, «Исход», о том, что воды моря стеной стояли, такого быть не может. И, в общем, в результате они начали говорить о том, что вообще педикнижие – это все набор сказок. Моисей вообще – это легендарная личность в буквальном смысле. То есть это не реальный человек. И вообще, в конце концов, они пришли вот к такому, такой идее, что второзаконие состоит из четырех, вернее, не второзаконие, а сама Тора, она состоит из четырех различных источников, каждый из которых там в разные периоды. Вот книга «Второзаконие», по их мнению, была написана в VI веке, в VII веке, правильно сказать, до нашей эры. И нас, как говорится, вот таким образом. Но вообще сами вопросы о том, а мог ли написать Моисей о своей собственной смерти, еще впервые задавал известный иудейский комментатор XII века Авраам ибн Эзра. Что с этим делать? Вот если мы прочитаем вообще, то вот эти тексты, они явно… Тут сложно представить себе, как Моисей мог это написать. Прочтите с второзакония, 34 глава, с V по VIII текст. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой, против Пев Фигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощалась. И оплакали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавицких тридцать дней, и прошли дни плача и сетования о Моисеи. Окей, то есть мы видим здесь не только… Смерть, а еще оплакивание, сетование о дни. То есть Моисей не только описал свою смерть, получается, но он описал… Погребение и горе народа. Да, естественно, это вызывает массу скептицизма по данному вопросу, но на этот есть еще два ответа. Первый ответ, вариация, это такая, что перед смертью Бог надиктовал Моисею все это, он взял и написал, я не знаю. Моисей же был пророком. Пророчествовал, наверное. Свои мечтания, как бы он хотел, чтобы его похоронили, написал. На самом деле это как-то неэтично, что ли, знать о своей смерти, сколько тебя будет оплакивать. Не очень вариант, на мой взгляд. Ну да, тут еще посмотрите, что написано в десятом тексте тридцать четвертой главы. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Ну, как вы думаете… Самому о себе такое написать, это нужно иметь высокую самооценку. Ну да. Важный такой. Ну, вот в этом-то и проблема у меня с вот этой теорией о том, что Бог ему заранее надиктовал. Ну, не знаю. Это как-то странно. Ну, вот возьму я про себя сам, напишу такие вещи. Вот. Но тут еще есть одна более богословская проблема. То есть, если мы говорим о таком вот… Если мы говорим, вот перед нами серьезная богословская проблема, так называемая проблема инспирации. Вдохновление. Ну да. Откройте, пожалуйста, 2 Тимофея 3.16. Второе послание Тимофея 3.16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть, что такое богодухновенно? Вот это как раз по-русски богодухновенно, говорят, inspired по-английски, то есть, инспирация. Вот еще есть текст. Это 2 Петра, 1 глава и 21 текст. Давайте посмотрим. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть, как писалась Библия согласно вот этому отрывочку? Произносили святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть, Дух Святой вдохновлял писателей Библии. Да, то есть, есть две части. Первая часть – это человеческая часть, то есть, писали его люди, но Дух Святой им двигал. Бог им двигал. То есть, это абсолютно правильно. То есть, отсюда получается вот это, откуда мы берем понятие инспирации. Но вопрос здесь заключается в следующем. А как двигал Дух Святой святыми божьими человеками? То есть, он им задиктовывал или ручкой двигал их? Как вы думаете? Наум посылал им информацию, которую нужно написать, возможно. Ну, может быть, еще другой момент. То, что многие книги Библии имеют разный стиль написания. Если бы это Бог просто двигал ручкой, то, наверное, этого бы не было. Ну да. А так мы видим от пастухов до известных учителей, раввинов, до царей, кто писали. Да, да. То есть, то, что ты говоришь, Лиза, наум, это называется инспирация мысли. То есть, Бог посылал мысли, да, а уже человек эти мысли формулировал своими словами. Ну, а Бог проверял, насколько правильно эти слова, да. Да, допустим, когда я, если преподаватель, я прочитал лекцию, студент вышел сдавать экзамен. Он мне отвечает на вопрос, который я дал в лекции. Ну, я смотрю. То есть, если они такой вот придира, да, допустим, есть такие, которые требуют слова. Слово в словах, как Олег, такие, ну, у нас была одна такая моя сокурсница, у нее была просто фотографическая память. Она получала одни пятерки. Вау. Мог бы возникнуть вопрос о списывании, если все слово в слово, так как это может быть? Ты знаешь, ее пытались уловить, она не списывала, реально. Просто память. Прям такие вот шпаргалочки, бомбочки, все, потому что трудный материал, квантовая механика. Она просто фотографическая, а просто писала конспект очень, то есть у нее был хороший талант записать быстро конспект. Она его вот так вот могла прочитать очень быстро и выдавала все вот буквально. То есть, это была чистая фирмальная инспирация слов профессора. Не инспирация мысли, однозначно. Да. В результате, как говорится, ну, но была интересная вещь, когда уже экзамены закончились, пошла практика, то обнаружилось, что все, что она сдавала на пятерки, она просто, ну, она механически это делала, но она ничего не понимала. Вот. У авторов Библии однозначно такого не было. Они понимали то, о чем они говорят. Ну, в большинстве своем, а когда не понимали, то писали. Я не понял видение всего. Есть такое. Да, да, вот у Иезекииля, у Даниила есть же видение просто. То есть, они, вот он описывает, что он видел, и потом он встревожен, что он не понимает значение этого. То есть, но, к чему я говорю? Когда мы говорим именно о вербалистической инспирации, да, вот такой вот диктовочной такой, когда просто человек, автор, то есть, человек, который пишет эти слова, он просто под диктовку записывает. Ну, это тогда имеет очень, ну, как бы, большую... Ну, то есть, мы видим, что это не соответствует библейскому тексту. Тогда, наверное, была бы и проблема с переводами. Нельзя было бы делать переводы Библии. Если бы это каждая буква, каждое слово было инспирировано, мы бы просто этого не понимали, если бы, ну, дословно все переводить, да? Ну, в общем-то, если мы возьмем, например, ортодоксальный такой хасидский иудаизм, они верят вот именно в вербалистическую инспирацию, и они что делают? Они берут, у них каждый текст, это еще и подсчет букв, то есть, они считают, что каждая буква была задиктована, вот. Но, опять же, такого по Библии, когда мы видим, то есть, абсолютно нет, то есть, мы видим божественный фактор в написании Библии, и мы видим человеческий фактор в написании Библии. Опять же, здесь мы не спускаемся до уровня того, что человек мог ошибиться, то есть, Бог проверял, но если хороший преподаватель, да, то студент, сдавая экзамен, он как раз, преподаватель его слушает и смотрит, и оценивает не то, что он повторил слово в слово, а как он понял, как усвоил, то есть, здесь у нас нет проблем, что пророк не усвоил, не понял, что Бог ему сказал и написал от себя тяну, нет. Но он написал то, что Бог его, как Бог его вдохновил, изложил это своими словами. Ну, а в чем проблема описания смерти Моисея и инспирации? Ну, получается, Бог ему все это, типа, показал, задиктовал, и он просто взял и механически записал. Ой, по мне плакали, и я... Ну, честно говоря, вот, есть другая точка зрения на этот вопрос. Возможно, он мог кому-то поручить, написать о своей смерти. Или дописать эту книгу, или кто-то просто решил это сделать без поручения. Ага, вот тут очень важный момент. Вот давайте мы посмотрим на текст книги «Второзаконие». И я хочу обратить ваше внимание на то, что написано в 31 главе. Прочтите, пожалуйста, «Второзаконие», 31 глава, с 24 по 26 текст. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите книгу сию закона и положите ее одесную ковчега завета Господа, Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». О, то есть вы видите, что написано в 24 главе, в 24 стихе? До конца вписал все. Да, то есть он закончил. А почему тогда есть текст после этого текста? Я вам покажу аналогичный текст. Смотрите, пожалуйста, книга пророка Еремии, 51 глава, 64 текст. «И скажи, так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно из немогут». Досели речи Еремии. Скажите, пожалуйста, сколько в книге пророка Еремии глав? 52. Речь Еремии только до конца 51 глава. А кто тогда написал 52 главу? Дело в том, что у Еремии был помощник. Знаете, как его звали? Барух. Барух, да. И там есть история в самой книге Еремии, сейчас не будем разбирать ее, что он же написал свою книгу, пророк, и отдал ее царю Еакиму прочитать. Помните, что сделал царь Еакимом с этой? Порвал ее. Он ее порвал и в огонь выбросил. Что Бог сказал Еремии? Попроси Баруха, он запишет опять. То есть книга Еремии в том виде, в котором она пока у нас есть, это ее писал Барух, восстановили они эти вместе с Еремией, но писал уже Барух, который помогал Еремии, и фактически после этого, в 52 главу, он дописал историю о том, что произошло с царем Сидекией, что было после осады Иерусалима и так далее. Значит, у Моисея тоже мог быть помощник? А как вы думаете, кто был помощником Моисея? Арон. Был ли Арон жив на момент... Нет, нет, он был. Он раньше его. А кто? Может быть, если перевернуть страницу, мы увидим имя Иисуса Новина? Да. Вот. Кстати, обратите внимание... И это только один из двух, кто вошел в землю из того поколения. Естественно. Обратите внимание на то, как пишет, что записано в Таразаконии 34 глава. Вот мы с вами прочитали, значит, что оплакивали в восьмом тексте Моисея и прошли. Прочтите, пожалуйста, вот я просто хочу, чтобы вы увидели. Прочтите из Таразакония 34 глава 8 и 9 текста. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавицких 30 дней. И прошли дни плача и сетвания о Моисею. И Иисус, сын Новин, исполнялся духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. Повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею. О! Был преемником Моисея. То есть, у Моисея был преемник, Иисус Новин. Тут даже интересно, я заметил, что в первом стихе первой главы книги Иисуса Новина написано, что по смерти Моисея раба Господня Господь сказал Иисусу, сыну Новину, служителю Моисееву. То есть, он был служителем Моисееву. Это значит, что он был его помощником. Да, он был его помощником. То есть, давайте посмотрим, что происходит в книге Иисуса Новина. Давайте откроем двадцать четвертую главу книги Иисуса Новина. Прочтите, пожалуйста, двадцать шестой текст книги Иисуса Новина. Двадцать четвертая глава, двадцать шестой текст. И вписал Иисус слова сии в книгу Закона Божия. И взял большой камень и положил его там под дубом, который подлис святилища Господня. Окей. Что такое книга Закона Божия? Тора. Тора, правильно. А какие слова вписал в книгу Закона Божия? Те, что мы читаем в этой книге Иисуса Новина. О! А что значит вписал? Моисей, наверное, оставил пустой свиток, который можно было дописывать. Не нужен пустой свиток. А из чего состоит свиток, вы видели? Из таких вот листов. Дошили. Он просто писал дальше. То есть, на каком месте Моисей закончил, колоночка, и дальше дошили. Потому что, получается, книга Закона Божия, вот это все священное описание, которое было на момент смерти Иисуса Новина, вот, оно состояло фактически из того, что написал Моисей, и продолжил Иисус Новин. Так тут как раз и ответ на этот вопрос. Да, то есть, Иисус Новин продолжал дописывать. Вопрос в чем? Ну, знаете как? Вот, если я разверну вам этот свиточек в самом начале, вы не увидите ни глав, да, вы же видели, ни глав, ни стихов. То есть, это ничего не написано. То есть, когда Моисей написал последние слова, вот, Таразаконие 31-го, и вписал Моисей все слова до конца. Дальше он вышел. У нас 32-я глава книги Таразакония, там песень. То есть, он поет песню, он учит песню. То есть, эту песню уже может писать Иисус Новин. Потому что Моисей научил всех этой песни. Иисус Новин и пишет. Моисей научил, и пошли 32-я глава такая. То есть, возможно, Тара заканчивается на 31-й главе. Да, то есть, рука Моисея завершает то, что у нас сегодня есть. 31-я глава. А дальше это все описывает Иисус Новин. 32-я глава – это песнь Моисея. 33-я глава – это благословение, которое Моисей произнес на колено из жар. А 34-я – описание его смерти. Это интересно. То есть, по идее, книга Иисуса Новина должна начинаться с 32-й главы книги Таразакония. Спасибо, Александр. Это интересный ответ насчет первого вопроса, который у нас был. Но у нас есть и другие вопросы, которые, может быть, даже некоторые предшествуют смерти Моисея. Окей. Моисей ввел народ в течение 40 лет в эту землю. Но почему-то он умирает до того, как они входят в землю. Почему это происходит? Почему такая несправедливость по отношению к такому великому пророку, как даже вот о нем описано в 10-м стихе 34-й главы? Он разговаривал лицом к лицу с Богом, но тем не менее он не входит в ту землю, в которую он ввел народ так долго. Ну, давайте посмотрим, опять же, это у нас из истории, которая записана не в книге Таразакония, а в книге «Числа». То давайте прочтем книга «Числа», 20-я глава, с 11-й и 12-й тексты. «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою перед отчами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Представляете? Это, ну вот, реально, за что по тексту? За удар по скале. Ну, по тексту, за то, что они не поверили. Ну, разве такое могло быть? Как это Моисей мог не поверить Богу, когда он верил ему все эти годы? Ну, и тут одна есть проблема. Еще раз посмотрите книгу о второзаконе, 34-я глава, и с 10-го по 12-й текст. «Не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь, сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всей землей его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля». Кто-то, существует ли пророк, который больше Моисея? Получается, что нет. А может быть, да. Иисус? Ну, да. Но он же не пророк. Ну, он и пророк. А почему он не пророк? Смотрите, второзаконие, вот-вот-вот как раз, это тексты, которые не описаны в урочнике, но они очень серьезные. Смотрите, второзаконие, 18-я глава, 18-й текст. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». То есть, одна из, у Иисуса очень много ипостасей, и одна из ипостасей, что он таки, да, пророк. Он не только пророк, но он тоже и пророк. Вот. Но, получается, два раза ударил по скале и... Не поверил. И не введешь. Почему? Здесь нам, конечно же, нужно разобраться вот в этой истории. И история начинается, конечно же, раньше. Здесь очень важен контекст. Давайте посмотрим числа, 20-я глава, с 1-го по 5-й текст. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син. В первый месяц и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли мы тогда, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы провести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Скажите, пожалуйста, вот этот эпизод из истории, это единственный эпизод, когда у народа не было воды во время их странствия, и пришлось извлекать воду из скалы. Это второй, по-моему, который упоминается. Первый – это в самом начале их исхода. Давайте посмотрим. Посмотрите, пожалуйста, исход 17 глава с 1 по 3 текст. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в рефиджи, в рефидиме. И не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждаю нас, и детей наших, и стадо наше». Ну, вообще, когда нет воды, это вообще насколько неприятный опыт? Самый, наверное, неприятный из опытов, который жаждает. Наверное, не сравнится совсем с голодом, или с другими лишениями. Ну, дело в том, что если человек... Особенно в пустыне. Ну, да. Во-первых, жара. Во-вторых, у тебя огромное количество детей. Во-третьих, у тебя скот. И у тебя нет воды. А без воды человек сколько проживет? Три дня, говорят, да, вроде? Ну, некоторые говорят, что некоторые могут до семи дней, но так после трех дней, то будет уже полная ситуация нехорошая. А тут огромное количество людей. То есть это серьезнейшее испытание было. Это не просто так народ капризный, что нет воды. Ну, да. Это, наверное, не первые пять минут, как не было воды. Ну, вот мы здесь видим этот рефидим. Ну, обратите внимание, откуда они идут? Из пустыни? Нет. Вот откуда они вышли? А, ну, из Египта, река Нил, Дельта-реки Нил. Ну, естественно. То есть, знаете как, я скажу, я периодически, когда вожу людей на Синай, особенно везу на Синай, то, конечно, многие, особенно живущие в средней полосе России, они приходят в шок от того, насколько они видят совершенно иной ландшафт. Вот. Как бы я сам вырос в Полессии на болотах. То есть понятие «нет воды» для меня тоже непривычное, потому что мы поколение из поколений в украинском, белорусском Полессиях жили. А эта местность очень болотистая. Воды там, наоборот, слишком много. У нас был даже Ровенский институт инженеров водного хозяйства, где занимались мелиорацией. То есть осушением болота. Тут... Наоборот. Нет, куда взять эту воду. Да, то есть вообще в реальности это такая интересная вообще целая наука, когда изучаешь топографию местности, вот как пройти дороги. Дорога должна идти обязательно через какие-то места, где должен быть источник воды. То есть в пустыне есть источники подземной воды, и когда этот источник подземной воды появляется там, то есть, то, соответственно, его видно. То есть поднялся на гору, видишь зеленую точку, ты идешь туда, к зеленой точке, потому что это оазис, если там есть зелень, то там есть вода. Ну, они оказались в Рефидиме, я был в этих местах, там есть пальмы, но там есть одна проблема. Дело в том, что очень часто источник воды, который есть, который дает питание, орошение пальмам, может быть и соленой. Финиковая пальма растет на соленой воде, а человек не может. И вот получается, это было очень серьезное разочарование и очень опасно. Вот, поэтому, что делает Бог в этом случае? Давайте прочитаем 17 главу, 5 и 6 текст. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисея в глазах старейшин израильских». Ну, то есть, вот это первый случай, который произошел буквально за несколько дней после того, как они пересекли Черное море и шли по пустыне, то есть, на пути к горе Синай, то есть, это от точки выхода из... Моя? Ну, это залив Суэц, да, они окажутся на Синайском полуострове и от точки выхода им идти где-то несколько дней, то есть, может, неделю, и вот они оказываются в этом так называемом оазисе, без воды, но нету питьевой воды и получают из скалы. Вот этот момент. А вот давайте вернемся в 20 главу книги из книги числа. Мы читаем в первом тексте, что пустыня Син первый месяц и умирает Мириам. Когда это происходит вообще по времени вот у нас, как говорится, сорокалетнего странствия, как вы думаете? Заближу, наверное, когда они подходили. Да, ты правильно рассуждаешь, Лиза. Умирает Мириам. Это они, фактически, это их последняя точка. Сразу же после этого они будут идти в землю обетованную. То есть, это последний эпизод. То есть, сорок лет практически прошло. Может, тридцать дневник, там такое. Вот. Зачем Бог допустил снова, что они попали в такое место, где нет воды? Испытание, наверное, какое-то. А что он испытывает? В какой, как говорится, зачем он это делает? Ну, поколение сменилось. Ага. Тогда эти люди были детьми или их вообще не было еще, наверное, и они, может быть, не помнят или даже не знают о той истории. А, вот в том-то и дело. Это не просто испытание ради испытания. Дело в том, что каждое движение, которое совершал израильский народ по выходе из Египта, это было чудо. Египетские язвы, чудо. Переход Черного моря, чудо. Вода. Вода, чудо. Манна, чудо. Да, манна, потом вода, чудо. То есть, ну, манну они видят, потому что другого... Вот. То есть, Бог хочет снова вот этот вот возбудить дух в народе, чтобы они уверовали в Бога, который способен давать. То есть, поэтому Бог их хочет провести через вот этот опыт. Народ возмущается, вот мы это читаем, народ говорит те же самые слова. Вот, давайте прочитаем с третьего по пятый текст. И возраптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы мы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши перед Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». То есть, с одной стороны, конечно же, народ начинает испытывать элемент безысходности, потому что, ну, как бы, а что, мы будем дальше так ходить, вот, и воды нет, то есть, но Бог явно имеет цель свою, чтобы народ был приведен приведен к определенной точке, можно сказать, точка кипения, а можно сказать, это точка безысходности, то есть, иными словами, бывает так, что человек вот имеет какие-то устремления, и все, другого ничего не видит, и человек может поменять свои взгляды и понимания только, когда он упрется в стенку, то есть, Бог часто допускает такие вещи в нашей жизни, про которых мы на нашем пути упираемся в стенку, и понимая, что стенку прошибить мы не можем, вот тогда мы начинаем, посадимся, успокаиваемся, молимся, и начинаем думать, а какие у нас есть альтернативные предложения, и выходы из ситуации, и вот в этой ситуации, как никогда, вот в такой ситуации, как никогда нужен Бог, и вот здесь Бог хочет показать, как он решает эту проблему, у нас, естественно, опять Моисей и Арон молится, и вот, что у нас Бог говорит, прочтите, пожалуйста, с 7 по 9 текст, и сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество ты и Арон брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его, и взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. А что это за жезл, как вы думаете? Тот же самый, наверное. Какой тот же? Ну, который все эти годы был вместе с Моисеем, которым он творил чудеса, там, все такое, нет? А откуда он его берет? В этом месте или вообще? Ну, в 9 текст, откуда жезл он берет, посмотрите. Возьми жезл. А, он же был в скине. От лица Господня, если от лица Господня, то где он? Во святом святых. А какой там жезл? Расцветчик? Аронов? Это вот тот. Это не Моисея посох, который кидался. Это сколько у Моисея было посохов за 40 лет? Кто его знает? Вот. То есть, это не просто себе какая-то волшебная палочка. Вот. Это конкретная ситуация, при которой был Богом доказано, что Арон имеет священство. То есть, вот этим жезлом, видите, это уже сразу напоминание, да, ведь этот народ, эти люди были уже свидетелями восстания Корея. Да, помните, когда Корей восставал, там говорили, что ты самый главный? Арон, да. Да, и результатом было, что он показал, что джезл Арона расцвел, остальные ничего там не произошло, и это было... И его хоронили потом возле Ковчега Завета. вот этот джезл был извлечен из самого Святого Святых, что написано от лица Господня. И вот теперь, то есть, как бы, вот собрался народ, вот церемония, но, извините, прочтите еще раз десятый и одиннадцатый текст. И собрали Моисея и Арон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорный, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисея руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество из код его. Вот мы здесь видим несколько действий, которые были совершены. Во-первых, Моисея и Арон что-то говорят народу. Во-вторых, Моисей поднимает руку и ударяет жезлом. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, за какое из действий Бог говорит Моисею и Арону не войдете в землю? За оба? За его гнев и то, что он присвоил, так сказать, Божье чудо себе, то, что это в его власти делает. Самое, наверное, его слово «Разве нам вывести вам воду?» О! Ну, разве его гнев не был оправдан тем, что реально народ стал роптать на Бога, а он понимал, что это Божий план такой? Ну, да, по-человечески я с тобой согласен, Лиза. Я понимаю Моисея, что у него внутри накипело. Мы доводим, Бог доводил Израиль до точки понимания, а Израиль доводил Моисея до точки кипения. Но, что, где вы видите проблему, что сделал Моисей не так, чтобы заслужить от Бога того, что не введет он в землю? Ну, слова Господа, что не поверили вы мне, за это вы не войдете в Моисея. То есть, Бог, значит, знает, что Моисей не поверил, что поверили чему-то, что вода пойдет. Неужели Моисей не верил, что еще одно чудо Бог может сделать? Давайте посмотрим на восьмой текст и давайте зададим себе вопрос. Что должен был делать, взяв посох, что должен был делать Моисей в частности? Скажите в глазах их скале и она даст из себя воду. Скажите, пожалуйста, кем был Моисей, о котором мы прочитали в конце 34-й главы, вот само резюме, кто был Моисей? Величайший пророк, говоривший лицом к лицу с Богом. Окей, а какая задача пророка самая первейшая? Передавать волю Богу. Слава Богу показывать своим поведением и словами. Самое главное передавать то, что говорит Бог. Другого-то пути узнать нету. Мы с вами прочитали 1 Петра 1-21. Вернее, 2 Петра 1-21. Писали его святые Божьи человеки как? Будучи движим и Духом Святым. Да, поэтому мы знаем, что это книга Божия. Мы знаем, что пророк от себя тяну говорить не должен. В Библии вот это очень важно. Несмотря на то, что Библия не написана под диктовку, то есть мы не верим в вербалистическую инспирацию, но мы четко видим на основании 1 Петра, 2 Петра 1-21, мы очень четко видим, что то, что мы читаем в Библии, не является личным мнением и отсебятиной автора. Это очень важно. А что здесь Моисей делает, когда он собирает народ и говорит? Он не говорит к скале, он говорит к народу, упрекая народ, и потом удаляется. Вот это серьезная вещь. Это единственный раз, когда Моисея переполнили чувства вполне справедливые, вполне оправданные чувства. И если бы это было бы просто какой-то царь или это, то Бог бы, наверное, бы поразил. Не поразил бы, нет. А здесь Моисей. Потому что он представляет Бога и волю Бога. Да, а он сказал отсебятину. А если пророк будет высказывать свои собственные какие-то суждения и личные восприятия, то теперь как теперь понять, где Бог, а где не Бог говорит. То есть Бог это сделал для того, чтобы показать прежде всего, что его пророкам можно доверять. Все последующие пророки могли учиться на этом примере. И не только. И народ, который увидел и услышал, что Моисей не вошел, он понял. а вот мы теперь видим, вот Моисей это сделал не от Бога, и Бог это сразу же пресек, не для того, чтобы показать, Моисей, что Бог отверг Моисея. Потому что он его не отверг. Да, он выровнял ситуацию, наоборот, то есть он выровнял ситуацию, потому что народ должен доверять пророкам. Без пророков никаким образом Божье откровение мы по-другому не знаем. Поэтому видя, как Бог поступает здесь с Моисеем, мы можем сделать однозначный вывод, что тем пророкам, которых Бог посылает, и они пишут священное писание, мы можем доверять. Это очень интересный вывод, особенно то, что это применимо и к нам сегодня, когда мы читаем другие книги священного писания, где пророки изрекали Слово Божье, мы можем быть уверены, что это действительно Слова Бога и Его воля. Ну, еще хотелось бы затронуть другой интересный вопрос, это насчет смерти и воскресения Моисея из уже Нового Завета, апостольских писаний, мы знаем, что Моисей был на той горе преображения вместе с пророком Ильей, которого Бог взял к себе на небеса, и они общались с Иисусом. Почему это нигде не упоминается в Ветхом Завете и вот в тех писаниях, которые доступны были народу израильскому? Откуда апостол Иуда знал о том, что Христос спорил с дьяволом о теле Моисея? Вот это очень странный пример, этот текст. Может быть, стоит прочитать и немного порассуждать над этим? Ну, давайте прочтем. У нас есть два текста. Первый текст это история гора преображений. И вот можно прочитать Евангелие от Матфея 17 глава с 1 по 3 текст. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразил все перед ними, и просеяло лицо его, как солнце, одежды его, сделались белыми, как свет. И вот явился им Моисей и Илья, с ним беседующие. О! Как вообще мы знаем, в каком виде явился Моисей и Илья? Может быть, это какие-то призраки? или это неправильно сказать? Да, призраки. Что мы знаем про Илью? Ну, и про Илью мы точно знаем, что Бог его вознес на небеса живым. Илья не знал смерти. Огненная колесница, Илисей был этому свидетель. Да, это очень важно. То есть, мы видим, что Илья вознесся на огненной колеснице. Об этом у нас записано в четвертой книге царств. Простите, пожалуйста, четвертую книгу царств, вторая глава, первый текст. В то время, как Господь восхотел вознести Илью вихри на небо, шел Илья с Елисеем из Галагала. Вот, то есть, что хотел сделать Бог? Вознести вихри на небо. Вознести, да. То есть, мы видим, как Бог возносит Илью вот здесь, посмотрите, пожалуйста, та же история, та же глава, девятый стих. Когда они перешли, Илья сказал Илью, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Илью, Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. То есть, Илья знал, что он будет вознесен. То есть, как-то он знал, что он не будет умирать. И вот мы здесь видим, что происходит. Одиннадцатый и двенадцатый тексты прочтите. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей смотрел и воскликнул «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. О, то есть мы видим, что фактически здесь Илья не умирает, а его Бог возносит на небо живым, что самое интересное, как? В теле. то есть нет, это же сегодня самая большая проблема, это то, что христианский мир понимает так, умер человек, так он и есть на небе. Душа. Да, но тут душа, но здесь не идет речь о душе. Кто еще так оказался на небе, что вот не видим, что он умер? Енох. Да, Енох точно так же, то есть Илья не был первым, вот, а что сказано о Моисее? Давайте посмотрим второзаконие 34 глава 5 и 6 текст. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой, против Беффигора, и никто не знает место его погребения даже до сегодня. Так как это если он умер и погребен и никто не знает места погребения? Почему Господь не позволил знать всем людям, где был погребен Иисей? А является ли, вот в этом то и вопрос, вот этот текст, он дает нам как раз намек. С одной стороны, давайте сопоставим факты. все, что у нас написано рукой Иисуса Навина, это то, что никто не знает, где был погребен. То есть, сам Иисус Навин не пошел на гору. Он не хоро... То есть, что он пишет здесь? Вот здесь очень важно увидеть. Подождите, так он умер на горе или в долине? Или вообще что происходит? Он умер на горе и кто-то его спустил в долину и сделали погребение? Ну, не совсем так. Дело в том, что, когда мы говорим о горе Нево, это такая, это большая гора, у которой есть несколько вершин. Есть несколько вершин и, значит, мы, он оказывается, то есть, Моисей не на вот непосредственно точке самой вершины, а вот он в долине между тремя вершинами. То есть, окей, значит, его никто не хоронил? То есть, как? Тут вопрос. То есть, ни один человек его не хоронил. То есть, ни один человек его не хоронил. Вот. Поэтому это все, что нам говорит Иисус Навин. То есть, он его не хоронил, никто его не хоронил, никто не знает. Вот. Поэтому... Слава, вот это используется действие погребен на долине в земле Майовицкой? То есть, погребен кем-то, значит? Это Бог его захоронил? Хороший вопрос. По крайней мере, вот, я хочу посмотреть, да, то есть, как бы, да, вроде Ваеквор, ОТО. То есть... такое пассивное действие. Благол в пассивной форме погребен тем-то, значит. Это вообще интересно. Почему? Потому что в оригинале, я смотрю, это не пассив. То есть, его кто-то, то есть, его кто-то погреб в долине. То есть, у нас нету, если я сейчас смотрю на еврейский текст этого стиха, и погреб его в долине в земле Моавицкой. Буду бы сам Бог. Ну да, кто непонятно, правильно? Правильно? То есть, очень часто, когда у нас нету в предложении вот такого типа нет подлежащего, это подразумевается Бог. Интересно. То есть, ну и дальше у нас все. То есть, на этом наша информация, которую мы можем подчеркнуть вообще из всех ветхозаветных книг о судьбе Моисея, исчерпывается. Ну а дальше, вот впервые он у нас появляется на горе Преображения рядом с Ильей. Который был взят на небо живым. Да. То есть, раз, то есть, это очень важно. Мы не даром, потому что можно сказать, да, опять же, какой-нибудь традиционный христианин, у которого есть понимание того, что вот, понимаете, умерло тело, а душа вознеслась. То есть, нелогично, чтобы здесь был Илья в теле, а Моисея только душа раз. Там есть вот этот элемент преображения. Во что преобразился Иисус, когда он с ними разговаривал? Если Иисус был уже в теле уже. То есть, Илья в теле, Иисус, зачем Иисусу преображаться во что-то, чтобы с ними беседовать? Вопрос в чем? Его одежды стали белыми, как с ней. То есть, он стал белым-белым. Ну, мы же знаем, что Иисус не каким-то образом тело его никуда не делось. После этого Иисус спускается с горы преображения, после этого Иисус идет в храм, после этого он подвергается битию, избиению, мучению на кресте и так далее. То есть, преображение не означает, что он из тела вышел, чтобы беседовать с духами? Ну, конечно же. Потому что Илья сам-то не дух? Илья сам не дух. Илья никуда не умирал. Тело Ильи никуда не девалось. Оно, естественно, преобразилось, потому что мы не знаем, как уже на небе, но Илья нигде не похоронен. И Моисей непонятно. Никто не знает. Никто не знает. Вот. Поэтому как бы вот здесь пожалуй, то, что пишет Иуда, апостол. Девятый текст. Да, послание Иуды, девятый текст. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А кто такой Михаил Архангел? Иисус Христас? А как мы можем это доказать? Из книги Откровения, наверное? Я бы пошел не в книгу Откровения, потому что я бы пошел сначала в книгу Даниила. Прочтите, пожалуйста, Даниила, 12 глава. И восстанет Михаил приходит, и что происходит во втором тексте? Многие пробудятся. Да, это второе пришествие, это воскресение из мертвых. Кстати говоря, где у нас еще такое воскресение из мертвых описано, когда спящие во прахе пробуждаются для вечной жизни, для этого вечного, потом для вечного по сравнению. Слова Иисуса. Где написано? Давайте посмотрим. В одном из Евангелий. Правильно, это Евангелие от Иоанна, пятая глава, 28-29 тексты. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Видите, чем похожи слова Даниила в 12-й главе и Иоанна в 5-й главе? Видите? Воскресение для того. Правильно. Воскресение жизни, воскресение осуждения. Но там написано у Даниила кто там приходит? Михаил Архангел. А здесь написано? Сын Божий. То есть, видите, вот вам логика. То есть, несмотря на то, что Михаил называется у Иуды Архангелом, но речь идет, что он не Ангел, это Сын Божий. Проблема заключается в том, что мы часто все воспринимаем вообще слово Архангел неправильно. Сколько в Библии есть Архангелов? Один. Один, правильно. Я часто люди делают ошибку. Гавриил тоже. Да, Гавриил это не Архангел, только Михаил Архангел, то есть, он единственный. А что такое Архангел? Это главный над ангелами. Главный посланник. Да, то есть, это не значит, что Иисус это ангел, это абсолютно здесь не имеется в виду. То есть, тут определенные стереотипы приходится разрушать на основании вот именно чтения Священного Писания. Откуда вообще такая информация у апостола Иуды о споре Михаила Архангела, ну или, как мы уже выяснили, Иисуса с дьяволом о теле Мессия? Это что-то, что сам Иисус им рассказал, возможно, или как бы можем только догадываться, или есть какие-то более догадывания? мы не когда мы говорим о том, что движимы Духом Святым, то есть, Дух Святой раскрыл эту историю апостолу Иуде. У нас есть еще предположение на этот счет, потому что послание очень короткое, однозначно апостол Иуда это апостол, да, Брат Якова, Брат Якова, то есть, это, ну, как бы вот он себя называет так, соответственно, он очевидец, он очевидец жизни, смерти, воскресения Иисуса, был сыном Крестителем, то есть, он отвечает всем признакам. Еще, он же брат того Якова, который был на горе Преображения. Ну, да. То есть, возможно, они там пообщались и потом у учеников возникли вопросы, да. Да, 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 то есть, мы не знаем до конца, я думаю, что можно будет спросить. Меня, как ученого гибраиста, специалиста в Иудаике, вообще интересует, а может быть, была какая-то традиция, молва народная, которая передавалась из поколения в поколение. Но сейчас этой информации нету нигде, кроме новозаветних писаний. Да. То есть, в иудаизме это вообще... Нет, идея воскресения Моисея. То, что в иудаизме речь идет о том, что Илья, пророк, живой, и есть рассказов, много таких вот, историй о том, что вот там Илья, пророк, явился тогда-то, тому-то, ну, это такие, чисто, традиционные людейские рассказы. Но про Моисея, к сожалению, нет. Это интересно. Если мы разобрались немного, почему это описано, да, и в том, что мы можем из Писания узнать о том, что Моисея был воскрешен, но если вернуться к тому наказанию Бога о невхождении Моисея в землю обитованы, можем ли мы считать, что он получил лучшее вознаграждение? Ну, однозначно мы видим в первую очередь. С одной стороны, назвать то, что Бог сказал Моисею, не войдешь, назвать это стопроцентным наказанием мы не можем. Дело в том, что Бог делает это движимым одной целью. Его задача спасти репутацию Моисея как пророка. Моисей не закончил. То есть, вот, например, Арон сразу же после этого умирает. Вот. А Моисей еще дальше продолжает служение. И у него должна быть четкая репутация, что он должен быть верным, достоверным пророком. То есть, то, что он передает, то, что он дальше скажет. Поэтому Бог дал возможность людям увидеть эту, как он решает вопрос, если пророк говорит об от себя, от себя. Это очень важный такой вот момент, который нужно видеть в действиях Божьих. Например, он часто, допустим, вот, я говорю по американскому опыту. Мы все люди, да, вот церковь, да. А как простой человек, который приходит в церковь, знает, что давая деньги пожертвования в церковь, вот, эти пожертвования не будут использованы куда-то. Вот. Ну, во-первых, я всегда, когда будучи пастром церкви, объясняю, что происходит, если человек использует систему Adventist Giving по компьютеру. В этом случае деньги попадают в тот фонд, куда он их направил. Если же эти деньги не попадают в этот фонд, и это обнаруживается, то к казначею церкви могут применить меры вплоть до уголовного наказания, потому что такое было, вот в Америке здесь правила жесткие, потому что действует система вертикального аудита. Вот, казначей нашей церкви буквально позавчера мне отчитался, что он прошел первый аудит нашей церкви и выписал целый ряд вещей, которые сразу нужно будет нам все предоставить документы, потому что все документы должны быть в порядке и так далее. Вот точно так же происходит и здесь. Бог показал, что он является аудитором пророка. И когда пророк сделал что-то от себя, Бог продемонстрировал всему народу, то есть это не была публичная казнь, публичный позор, но это Бог продемонстрировал народу, что пророка он контролирует и аудит того, что пророк делает, он выполняет. Но то, что отношения Моисея с Богом от этого не поменялись, характеристика все равно осталась как величайшего пророка. В конце концов, он получил характеристику величайшего пророка, несмотря на то, что в определенный момент его напряжение достигло предела, и он высказал свои слова. Этого как пророк он не мог сделать, и он сам это понимал. Вот если мы откроем второзаконие, третья глава, давайте прочитаем с 23 текста по 27 текст. И молился я Господу в то время говоря, Владыка Господи, ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог быть делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору, и Ливан. Но ты, Господь, гневался на меня за все и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Зайди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу и к югу и к востоку и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. То есть мы видим здесь Моисей сам описывает свой последний диалог, ну не последний, а свой диалог с Богом по поводу вот того, что произошло. Вот это вот слово, которое используется, я молился, Ваидханан, он умолял Бога, не просто молился, он умолял ему. Для него это, конечно, было большим шоком тоже, что вот, ну, все равно осознание, вот, человек всю жизнь свою шел к этой цели и как бы не дошел. Но Бог показал ему больше. Вообще вся книга второзакония, она является в некотором смысле символической. С одной стороны, она рассказывает о том, как Моисей дает последние наставления тем, которые уже без него войдут в землю обетована. С другой стороны, вот, смерть Моисея и его вот, то, что он все-таки в теле после смерти был воскрешен Богом и вознесен на небо, показывает, что у Бога для всех нас есть больший план. У меня был такой интересный опыт, когда я оказался в Иерусалиме, на праздник Пасхи и присутствовал на пасхальном седере среди людей, которые называли себя религиозными сионистами. Это иудеи религиозные, которые верили в очень так, есть многие иудеи, которые не верят и не поддерживают государство Израиль, а религиозные сионисты, они верят, что в государстве Израиль, в государственности Израиля есть такая мессианская такая идея. Вот, это для них особое значение имеет. И вот, но в конце пасхального седера есть такая интересная слова, которые завершают эту вечер. звучат они так, в будущем году в Иерусалиме. Это так говорили евреи друг к другу на протяжении средних веков, когда они находились в изгнании, разбросанные по всем странам, не мечтали вернуться. Я после этого, когда слышу в Иерусалиме, находясь в следующем году в Иерусалиме, подхожу к раввину, говорю, слушай, а почему у вас эти слова, мы что, не в Иерусалиме что ли? Он говорит, ничего ты не понимаешь. Мы-то в Иерусалиме, но Бог дает нам лучший небесный Иерусалим. И вот на этих словах мы заканчиваем наше изучение книги Второзакония, потому что несмотря на то, что Бог не вел Моисея в землю, которую он клялся дать потомкам Авраама, Исаака, Якова, но Бог ввел Моисея в намного лучшую землю, где он не вкусивший смерти дожидается, пока все мы войдем туда же, в небесный Иерусалим, на новые земли и новом мире. Помогутся. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за эти уроки, которые даются нам через пророка величайшего твоего Моисея, книги Второзакония. Помоги нам увидеть важность этой книги и для нашего времени, и помоги нам изучать истины твои. Во имя Иисуса Моя. Аминь. Аминь. Хотите знать язык, на котором написана Библия и открыть для себя смысл пророческих слов? Центр Шалом приглашает всех желающих на бесплатный курс по изучению библейского еврита. Регистрируйтесь на сайте alexbolotnikov.org и погрузитесь в новые глубины Библии с помощью новой программы по онлайн изучению библейского еврита. Регистрируйтесь